уважаемые саратовцы уважаемые жители нашей области коллеги все кто нас слышит получаю очень много вопросов касаемо сегодняшней ситуации по здравоохранению ну в том числе большинство идет по инфекции который мы сейчас имеем место но состоялось наше предсказание как говорится вы его видите что к нам зашел штаб омикрон и он стремительно развивается мы имеем новых случаях более тысячи уже и это еще не предел радует то что количество больных в стационарах невелико ну для нас он остается большим почти 3387 человек находится сейчас стационаре стационаре но тяжелых больных несмотря на такой стремительный рост и смертности мы не наблюдаем но занижать опасность этого вируса такого что все будет всегда хорошо ничего страшного тоже мы не имеем права как врач что нас волнует в первую очередь сейчас волнует первую очередь то что увеличилось количество поступлений детей особенность этого штаба в том что он поражает бронхи а у детей они короткие и возникает воспаление бронхи в первую очередь это кашель мокрота и обструкции возможно особенно если предыдущие заболевания вот первую очередь на это и нужно обращать врачам внимание как у бала тонны так и последующие воспитали службы мы об этом говорим во второй очереди конечно также нас волнует пожилые особенно непривитая категория граждан у которых данное заболевание проходит несколько тяжелее чем у привитых и возможно пусть очень стана стационар у нас сейчас работают по полной мощности мы их жестко дифференцировали детские стационары взрослые стационары стационары с той или иной патологии и стационары и отделение для беременных и сопутствующие патологии на что я хотел обратить ваше внимание том что данное заболевание сегодняшний момент как я сказал проходит преимущество по амбулаторному режиму и имеется временный порядок использования при данном заболевании и здесь я хотел предсказать как бы предохитить вопросы которые идут ко мне которые идут огромное количество как я сказал огромное количество заболевших огромное количество заболевших сегодня мы выполняем здравоохранение более 10 тысяч тестов в день лаборатории перегружены в три смены по объему исследований да и конечно если в дальнейшем это будет идти в такой геометрической прогрессии мы даже с путем того что приобретаем дополнительно палочки для полоски для исследования и сможем наверно 100 процентов сразу выполнять все следы которые необходимо сделать для того чтобы каждому поставить тот иной диагноз но мы будем стараться и не допускать но при организации оказания медицинской помощи больных с новой коронавирус инфекции подозрение на него в условиях резко роста заболеваемости медицинские организации в праве применить к облаторному этапу оказания помощи принципы медицинской сортировки все пациенты у нас будут распределены на группу контактные граждане лица имеющие положительный результат исследования на выявление новой коронавирус инфекции при отсутствии симптомов заболевания они не нуждаются в указании медицинской помощи здесь идет этап самонаблюдения самоизоляции контроля над собой и в случае перехода в другую группу то есть появление заболеваний если легкой степени он также не нуждается и не применение специфических препаратов и не в ежедневном приходе доктора его контроля то есть лица с легким течением новой коронавирус инфекции с подозрением на нее не нуждается в ежедневном динамическом наблюдении это наблюдение проводится самостоятельно лица со средней тяжести заболевания не нуждающих круглосуточном наблюдении условиях стационара то есть это лица мы которые ставим на учет и врач будет мониторить ежедневная дозвонка который состояние этого человека да и при темном ухудшении предложение госпитализируется в стационар и оказание стационарной помощи и лица со средней тяжести тяжелым течением заболевания нуждающих круглосуточного наблюдения условиях стационара ну здесь понятно это стационарный больной которую мы обязаны транспортировать и лечить условиях стационар настоящий временный порядок ремендует порядок организации организационной медицинской помощи первым трем группам пациентов таким образом проявлением контактных больных новой коронавирусной инфекцией и лиц не прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции не болеющих инфекции ранее такой гражданин заливаться на карантин на срок до 7 дней с оформлением для работающего гражданина лиц к ней тоже способность на седьмой день карантина лечить врач фельдшер случаясь что гражданин симптомы заболевания весь период карантина закрывает листок недороспособности первое второе случае ранее появление у гражданина находящего на карантине симптомы простудного заболевания гражданин обращается по телефону это может быть горячая линия любой номер поликлиники который вам ранее указали везде на сайтах он вызывает врача фельдшера на дом с использованием регионального портала государственных муниципальных услуг его также можно привлекать далее региональный портал и в условии если на региональном портале не резон данный функционал вызов врача считается путем информационной системы единый портал государственных муниципальных услуг у нас это работает линия 122 порядок взаимодействия гражданин сотрудникам горячей линии устанавливается нашим органом исполнительной власти выход врача фельдшера осуществляется в течение суток после обращения с учтением забора материала на проведение тестирования для выявления новой коронавирусной инфекции осуществлением осмотра пациента и назначением лечения также врач фельдшер принимает решение о продлении листка недороспособности если ранее такой был вывод дальнейшие динамические наблюдения за больным осуществляется дистанционно опросы консультирования гражданина проводится по мере необходимости но не реже одного раза в два дня при средней тяжести течение заболевания и не реже одного раза пять дней при легком течение заболевания это будет осуществляться непосредственно врачами медсестрами фельдшерами и специальными центрами при наших поликлиниках органы исполнительной власти установить другую могут чистоту но пока мы принимаем данные в случае ухудшения состояния пациента обращается по телефону горячей линии 122 или вызывает скорую помощь переводится в другой режим и соответствующие меры будем принимать по решению органов исполнительной власти цель динамического наблюдения в личном кабинете пациента федеральной государственной системы единый портал государственных услуг появляется возможность введения при желании гражданина дневника самонаблюдения с автоматическим направлением данного дневника медицинскую организацию за которой врачи будут изучать и рассматривать при наличии у гражданина положительного результата исследования на наличие новой коронавирусной инфекции повторное лабораторное исследование проводится на седьмой день от момента начала заболевания если по второму исследованию получен отрицательный результат и пациента отсутствует жалоба он считается вызревшим его листок на живоспособности закрывается в случае же если гражданином самостоятельно проведено лабораторное исследование новой коронавирусной инфекции получен положительный результат, то такой гражданин обращается с медицинской организацией самостоятельно и ситуационно связывает сотрудникам концентра тоже 122 и получает рекомендации и уже непоследствием делать дальше. При обращении гражданин склон appel в центр еды медицинской организации сотрудник уточниет о гражданина причину обращения, наличие жалоб получение положительного результата Одновременно сотрудник колл-центра и медицинской организации проведет опрос гражданина и собирает его анамнезы с жалобами. При отсутствии по результатам опроса у гражданина жалоб на наличие признаков простудного заболевания, выход врача на дом не осуществляется. То есть наличие положительного ПЦР-теста, контакта, это не есть повод вызвать врача на дом для того, чтобы его посмотрели. Врач придет только, когда есть симптоматика, какая-то клиника и необходимость дифференциации на месте этого дела. Если у гражданина выявлены жалобы, характерные для простудного заболевания, то сотрудник колл-центра рекомендует пациенту обратиться в поликлинику по месту прикрепления, сам оформит вызов медицинского работника на дом или предоставит отзывам. Выход медицинского работника на дом осуществляется в течение суток после оформления вызова, с проведением осмотра пациентов, уточнение наличия результата ПЦР-исследования, при отсутствии осуществляется забор материала, корректировка лечения, при необходимости предоставляются лекарственные препараты, которые выписывает и рекомендует врач. Дальнейшее динамическое наблюдение за больным осуществляется в соответствии с пунктами, которые были ранее указаны. Этот порядок уносит временный, мы будем его внедрять, работать исключительно на это короткое время, будем его корректировать в зависимости от ваших запросов. Потому что как бы мы не хотели, надо понять, что такое количество заболевших не позволит врачам буквально в считанные часы ко всем прийти. Их просто не хватит ни времени, ни физических сил. Еще нужно понимать, что врачи тоже сейчас болеют. Это первое, когда столкнулся с контактами по этой инфекции, очень много людей заболело, они ушли сейчас на больничные листы. Мы привлекли студентов, мы привлекли фельдшеров, стараемся как-то эту проблему снять. Выделена дополнительная машина для врачей, чтобы быстрее было забавно. Поступает новые 51 миллион для закупки лекарственных средств, непосредственно для выдачи тем лицам, у которых идет, как уже сказал, средне тяжелое течение заболевания. Скажу так, что болезнь действительно существует. Она хоть и проходит как у РВИ, но она системная. Она также влияет и на свертываемость крови, она также влияет и на определенное психофизическое состояние. Возникает астения, возникает длительное время тоже утомляемость, слабость. То есть различные много симптомов, которые дополнительно идут к теме у РВИ, к горлу, как я уже говорил, температуры. Среди за здоровьем мы должны понимать себя, воспринимать себя. И помогать нам, медикам, чтобы мы действительно не несли никаких потерь, связанных с смертью жизни человека во время этой инфекции. Мы ее должны пройти с минимальными потерями и особое внимание обратить, как я сказал, на наших детей и стариков.